всем привет друзья когда у меня есть свободное время и нужные материалы я это время посвящаю изготовлению различных рыболовных самоделок и сегодня будет одна из них а именно черпачок для зимней рыбалки понятно что в магазине он стоит не так уж и дорого но согласитесь что любая вещь сделанная своими руками зачастую бывает намного практичнее намного приятнее выглядит и я на нее не потрачу ни копейки и так для изготовления мне понадобится кусочек стальной проволоки на ручку небольшая пластинка из миллиметрового алюминия это будет сам черпачок ну и три винных пробки из них я сделаю ручку бур у меня 130 поэтому сейчас вырежу круг из этой пластинки диаметром 13 сантиметров дальше я ее буду загибать и и сама пластинка получится чуть поменьше при помощи наковаленки зубилой молотка выкладываю вот эту вот окружность теперь ее надо обработать заготовочку скруглил теперь надо убрать и после этого можно приступать загибать наверняка найдутся те кто скажут что данный момент можно было бы сразу же уже засверлить отверстие но поверьте алюминий хрупкий и когда я его буду загибать если сейчас насверлю отверстие он может лопнуть поэтому сперва загибаем нужную нам форму а после этого только сверлим отверстие для загиба этой пластинки мне потребуется круглый молоток у которого я уже заранее чуть-чуть на наждаке скруглил край чтобы он не рубил чуть-чуть загибал потихоньку начинаем пробивать эту пластинку пока не будет нужный нам загиб померить того как прогибается пластина наружный радиус уменьшается вот уже он стал двенадцать три так что черпачок получится в самый раз но я думаю сильно глубоким его нет смысла делать есть небольшая вогнутость этого будет достаточно черпать лед из лунки и в конечном итоге он у меня получился 12 сантиметров то есть грубо говоря я стянул в один сантиметр теперь эту заготовочку обработаю наждачной бумагой сниму все заусенцы подслежу ее так скажем алюминий обрабатывается очень легко поэтому на весь загиб у меня ушло около пяти минут на зачистку сейчас еще потрачу около минут по идее вот в таком виде уже можно было бы взять кусок деревяшки сделать в ней запил сделать ручку просверлить отверстие и черпачок готов я хочу сделать ручку железную и с пробкой поэтому продолжаем дальше теперь можно переходить к изготовлению самой рукоятки сперва нужно выпрямить проволоку проволока у меня стальная 5 миллиметровая длину рукоятки уже сами подбирайте которая вам нужна проволоку выпрямил теперь надо ее зачистить и снять с нее ржавчину семя длинный черпак мне не нужен необходимо чтобы он залазил в рыболовный чемоданчик поэтому рукоять я сделал 30 сантиметров теперь один край прутка необходимо расплющить чтобы в дальнейшем его можно было приклепать непосредственно к самой чашечке расплющил проволоку теперь надо вот этот край обработать и можно заверлить пару отверстий засверлил пару отверстий и в самой рукоятке и в черпачке под диаметр гвоздиков теперь это дело можно будет все смело собирать в одно целое но с этой стороны еще поставлю две шайбы так как алюминий все равно хрупкий шайбочками будет лучше поджимать сейчас все расклепаю и продолжим вот таким вот образом расклепал и сразу же на всякий случай закернил крепал обычными гвоздиками через шайбы при помощи циркуля наметил окружности теперь сейчас линеечкой размечу можно будет сверлить отверстие засверлил теперь нужно снять заусенцы чтобы черпачок стал выглядеть еще замечательно покрашу я его черной краской предварительно обезжирив на улице уже минусовая температура и поэтому при помощи строительного фена немного нагрею металл после этого только начну красить краска на моем черпачке высохла теперь можно заняться рукояткой сейчас у всех трех пробок выровняю края чтобы они плотно прилегали к друг другу и просверлю по центру отверстия отверстия готовы теперь смело можно вклеивать пробки на ручку это очень легко было бы сделать супер клеем буквально за две минуты но у меня он закончился поэтому буду клеить на момент классика мне придется немного подождать когда он высохнет сразу же вот здесь вот под первую пробку надо смазать и потом одевать ее дальше затем обязательно промазываем вот эту тыльную часть чтобы щель потом при обработке не было видно также рукоятку мажем вставляем следующую пробку плотненько поджали также поступаем с 3 ручка почти готова теперь осталось дождаться когда высохнет клей немного ее обработать прошло некоторое время клей подстыл переходим к финальной стадии к обработке ручки пробка обрабатывается довольно легко и даже если у вас нету такого станка вы это с легкостью можете сделать при помощи обычной наждачной бумаги наждачкой мелкой фракции немного полирую уже готовую ручку убираю лишние заусенчики там ну и так далее ну вот и все друзья мой черпак для зимней рыбалки готов как вы могли убедиться минимум материалов у меня ушло немного времени единственная долго ждал пока у меня застынет клей такой вот черпачок думаю что он получился не намного хуже чем магазинный а главное в халяву ну а на этом у меня все всем спасибо за просмотр и до новых встреч до новых видео всем пока